Приветствую вас. Я бы сказал так. Молодой человек руководствуется в своем поведении желанием что-либо доказать себе. То есть вот это для него самое основное. Доказать себе, что он может, например, вас завоевать. Доказать себе, что он может быть для вас мужчиной. И проблема здесь в том, что видимо он не чувствует себя таковым тогда, когда у вас все хорошо. Он перестает чувствовать себя мужчиной, начинает в себе сомневаться. И эти сомнения сподвигают его на то, чтобы спровоцировать вас на скандалы. Причина такого поведения кроется, как это не странно, я надеюсь не странно будет, в неуверенности в себе. То есть по какой-либо причине молодой человек не уверен в себе, не до конца уверен в себе. И в результате этого ему нужно вновь и вновь постоянно подтверждать самому себе, что он интересен. Например, что он обладает каким-то значением, например, для вас же и для себя. В первую очередь на самом деле для себя, потому что если бы его волновали бы вы, например, то я думаю вряд ли он бы так себя вел. А раз он ведет себя таким образом, не очень обращая внимание на вас, это значит, что его волнует в первую очередь он сам. Это ответ на ваш первый вопрос. Второй вопрос. Мне нужно и дальше продолжать так делать. Вы знаете, на этот вопрос нельзя дать четкого ответа вам. Почему? Потому что вы сами для себя определяете. Хотите ли вы, например, вести себя так с ним? Нравится ли вам то поведение, которое он требует от вас или нет? Если не нравится такое поведение, то есть вы, например, пишите о том, что сомневаетесь ваше это или нет. Так вот, если сомневаетесь, значит, это скорее всего не ваше, и это значит, что данная модель поведения вас не устраивает. И это, в свою очередь, означает только лишь, что если вам не нравится, то подобного поведения придерживаться не стоит. Но как же, спросите вы, тогда быть с отношениями? Ведь если вы не будете поддерживать такого поведения, то мужчина очень может быть, например, вас бросит или отношения закончатся или так далее. Понимаете, в чем дело? Вам нужно в данной ситуации занять следующую позицию. Дать понять молодому человеку, что вы его любите, что вы хотите быть с ним, но то, как он себя ведет, не является тем-то нормальным для вас, по крайней мере. И, соответственно, если он хочет быть с вами, то ему нужно, например, становиться более уверенным в себе. То есть, вы можете заявить ему о том, что, любя его, вы не желаете вести себя подобным образом. То есть, не желаете играть в его игру. Этот молодой человек сам отвел себе определенную роль и вас хочет тянуть в свою игру, при этом не особо переживая о том, нравится ли вам эта игра или нет. И, может быть, может быть, он вас по-своему и любит. Я думаю, что, скорее всего, он вас по-своему любит, но это не отменяет того факта, что данное вам во вред. Если вы сомневаетесь, сомневаетесь в том, ваше это или нет. И поэтому вам нужно сказать, если ты, например, хочешь быть со мной, то хорошо, я тоже не хочу этого. Но тогда тебе придется как-то стать более уверенным в себе человеком, да, более как-то адекватно, более по-взрослому себя вести. И если ты согласен с этим, то тогда, собственно, мы будем вместе, будем что-то делать, что-то к чему-то идти, что-то стараться друг друга лучше понимать. И так далее. А если нет, то, соответственно, вместе мы не будем. И все. То есть, по сути, действует вам нужно именно так. На мой, опять же, взгляд. Далее. Следующий вопрос, который вы задаете. Это вопрос. Какие примеры в литературе или в кино, где есть какие-то персонажи? На самом деле, в кино подобное встречается очень часто, особенно в мелодрамах, где такой, знаете, молодой парень, такой очень активный, которого не устраивает такая спокойная жизнь, да, она начинает постоянно что-то требовать там от своей девушки в самом-то сериалах. Я не могу назвать, наверное, конкретного фильма, но, тем не менее, очень часто такой персонаж и есть. Собирательный образ такого типа, он в том, что человек делает это именно для себя. То есть, ему важно получить какие-то моменты для себя. Ему важно, чтобы, например, он почувствовал себя именно тем, кем он хочет себя чувствовать. При этом его не особо волнует, как будете чувствовать себя, например, вы и так далее. Ну и, соответственно, я надеюсь, что вот это вот вам поможет, поможет как-то лучше понять вашу ситуацию и сделать правильный выбор. Вот. Значит, если вы хотите лучше узнать его со стороны, то я бы рекомендовал вам, ну, примерно, в такое направление поведения. Постарайтесь узнать у молодого человека, что у него было в детстве. Постарайтесь узнать у молодого человека историю его отношений до вас. Постарайтесь узнать у молодого человека, как он воспринимает себя, для чего он хочет, какие у него цели, какие у него желания. Вот это поможет вам лучше узнать его. Что он вам ответит? Говорить не буду, потому что это вам помешает, в данном случае. Но, просто задайте ему такие вопросы, и уверен, вы узнаете много чего интересного для себя, что можно было бы использовать в качестве лучшего узнавания себя. Могу только сказать, что данное поведение, оно может конформироваться в другое поведение. В поведение, при котором молодой человек будет вами манипулировать. Молодой человек будет вас подавлять и стараться, стремиться лишить вас свободы. Потому что, что делает мужчина сначала? Все поведение мужчины направлено на то, чтобы вновь и вновь ощущать себя мужчиной. Соответственно, в простом состоянии, в спокойном состоянии, он себя таковым не ощущает. И именно отсутствие ощущения себя мужчины толкает его на то, чтобы, собственно говоря, действовать каким-то образом определенным. И вам в этой ситуации надо понять, что ваш мужчина просто в себе сомневается в глубине души. И если он видит в этом проблему, ему можно помочь, и тогда вам с ним будет хорошо. А если его проблемы не видит, то это будет прогрессировать и вам будет хуже. То есть вам хуже сейчас, а дальше будет только хуже. Потому что мужчина будет использовать внешние источники для того, чтобы убедить себя в том, что он мужчина. А не внутренне. А правильно использовать внутренние. Для этого нужно проработать комплексы, проблемы, противоречия мужчины. Только так. В определенном случае у вас могут быть проблемы и большие проблемы. Ну вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Важэм, упас пизодов, пишите вьет дыры в помadiах, без 1, 4, 3, 1 или 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3 и點 в корень công. Кедра. sky. Sora прекл戴 CE. Продолжение следует...